а всем привет дорогие мои друзья с вами снова я алексей василенко и добро пожаловать на мой канал домашние мини фермы кобеляцька перепилочка тема сегодняшнее видео с чего начать перепелиный бизнес поехали итак ребята долго я думал записывать данные видео или нет но от вас поступают очень много вопросов алексей с чего начать захотел заниматься перепелами так как и вы дома в своем домашнем мини хозяйстве не знаю с чего начать давайте сейчас поговорим о активах то есть о тех материальных вещах на базе которых будет строиться ваш перепелиный бизнес давайте начнем с того что у вас нет ничего только есть желание и деньги значит первое чтобы я сделал это купил автомобиль транспорт без автомобиля никакого перепелиного бизнеса существовать не может это лично мое мнение вот у меня скутер но если дело касается грузоперевозок я всегда нанимаю автомобиль с этим у меня проблемы в плане того что у меня нет еще рабочего автомобиля но тем не менее как вы видите перепелиный бизнес у меня есть до скутер до хорошая штука до под ноги положил два мешка 100 килограмм и вперед но если необходимо перевозить большие объемы например там тону пшеницы там 10 мешков подсолнечной макухи и так далее нужен транспорт четырехколесный желательно с прицепом значит второе что необходимо необходимо здание какие здания перепелятник не менее 10 квадратных метров далее нужно здание под зерно хранилище также не менее 10 метров квадратных далее нужно здание инкубаторная то есть там будет и бухгалтерия может находиться и хранение яиц и инкубатор и и стартовые и финишные и выводные и какие хотите это инкубаторная далее четвертое здание забойная значит необходимо чтобы там было подведено электричество канализация горячая холодная вода и все необходимое оборудование желательно из нержавейки столы тумбочки инструмент ну имеется в виду ножи и так далее если у вас дома есть где-то все разместить например так как я флигельки или в каком-то сельскохозяйственном помещении это хорошо если нет без здания без помещения без крыши над головой у вас это все не получится там например в палатке это все держать и круглый год и так далее следующий этап с чего бы я начал я купил бы клетки клетки желательно покупать сразу с автоматическим сборщиком помета они обойдутся дороже но на дополнительную рабочую силу вам не придется так как мне тратить деньги точнее ну ежемесячную зарплату клетки есть насколько голов ну в домашнем хозяйстве можно держать до 700 голов перепела и некоторые люди держат до 2000 голов поэтому решать вам от 700 до 2000 следующие что вам надо значит вам необходимо будет сделать брудер брудерный ящик там где будут будет выращиваться молодняк сразу после инкубатора первую неделю вам необходимо будет два инкубатора для начала достаточно стартовый первые две недели с автоматическим переворотом и финишный инкубатор точнее выводной там где уже яйца не переворачивается но есть все условия для нормальной инкубации и выведения перепелиных яиц два инкубатора далее следующее что вам надо вам надо будет сделать или также купить подростковый брудер брудерную клетку или клетку с обогревом там где вы будете выращивать перепелов от 7 до 20 дней возрастом потом их сразу можно садить в клетку для перепелов не суши с этим разобрались теперь идем дальше значит необходимо закупить тону пшеницы тону кукурузы 5 мешков соевого шрота 10 мешков макухи подсолнечной желательно жареной далее необходимо сюда еще докупить ракушки а также премикса для перепелов не суши кстати комбикорма и премикс можно также заказать у нас в нашем интернет-магазине ссылка на него как всегда внизу в описании под этим видео с этим также разобрались далее вам необходимо чтобы делать комбикорма зерна дробилка с ячейкой 3 миллиметра желательно можно 4 будет крупный помол ну он тоже для перепела подходит зерна дробилка далее я себе купил еще корморезку я снимал ролик недавно перед этим видео можете посмотреть называется улучшенная модернизация корморезки для измельчения макухи сделал я там такое колено чтобы не вылетала в процессе дробления макуха так как в обычную зерна дробилку зерно засыпается а макуха как вы знаете вот такими большими хлопьями она туда не пролазит поэтому предварительно ее необходимо измельчить на корморезку корморезка это второе оборудование электрическое и третье оборудование это бетономешалка я купил заколачиваю там две порции рецепт комбикорма вы также можете найти у меня на этом канале две порции заколачиваю мне на четыре дня хватает и наверное вам необходимо будет еще четвертое электрооборудование называется перосъемная машина о ней у меня есть распаковка на втором канале можете поискать в интернете напишите в поиске на главной странице youtube тренды youtube алексей василенко там посмотрите одно из последних видео может быть поищите там среди видео в этом году 2023 я его выпустил в конце лета распаковка перосъемной машины ну а на этом канале я чуть попозже уже наверно в 2024 году сниму видео о том как применяется данная перосъемная машина на перепеленной ферме у нас все на этом закончили следующим этапом вам необходимо будет заказать инкубационное яйцо хорошее инкубационное яйцо скажу сразу в интернете сложно найти я не раз заказывал искал подешевле подороже но очень часто я в перепелиных яйцах разочаровывался так как звонишь тебе говорят одно приходят яйца разнобой очень мелкие очень много не свежих не оплодотворенных в общем люди по поводу яиц даже не заморачиваются скажу сразу у нас яйца очень хорошие я лично каждое яйцо взвешиваю у нас идут яйца мелкие 11 12 грамм но их очень редко бывает в наличии по низкой цене средние яйца очень часто берут 13 14 грамм там средняя цена и крупные яйца у нас также заказывает 15 16 грамм также цена немножко там повыше яйца 17 18 и более грамм мы не продаем закладываем только себе естественно с больших яиц вылупливается большой цеплем естественно он больше вырастает и у него при забое больший вес перепел очки несут большие яйца поэтому звоните если вдруг нужно будет качественные инкубационные яйцо звоните нам по телефонам они также указаны под видео мы вас поставим в очередь если очереди нет отправим сразу если будет очередь придется немножко подождать оплодотворенность яиц у нас очень большая выше 90 процентов в редких случаях бывают 85 но не меньше яйца у нас свежие очень хорошие как вы видите яйца у нас не задерживаются так как на них постоянно есть спрос и очередь купили вы яйцо хорошие инкубационные не обязательно у нас ну просто купили заложили в инкубатор как инкубировать перепелиные яйца у меня также есть видео на этом канале следующим этапом вам необходимо закупить хороший стартовый комбикорм для бройлера и кормить своих перепелят ровно 21 день после вылупления потом будете переходить уже на комбикорм самостоятельного приготовления тот что вы делаете сами по моему рецепту или по своему рецепту и докармливаете до 40 дня как правило в возрасте 38 39 40 дней если вы все сделали правильно перепелки начинают нести яйца и тогда у вас будут свои яйца и на продажу и для себя и на инкубацию и так далее и у вас уже будет своя линия производства перепелу то есть главное научиться делать перепелку от яйца до яйца у нас на ферме разводится только одна порода перепелов техасский белый супер бройлер поверьте за 10 лет своего труда я перепробовал очень много перепелов но остановился только на техаса так как тушка очень большая мясо светлое презентабельное его всегда берут рестораны люди и так далее ну и наконец скажу они у меня сидят семьями один петушок на три курочки поэтому яйца очень хорошо оплодотворенные поэтому и вам так садить рекомендую также очень не часто задают вопрос алексей где покупать инкубаторы клетки брудера и так далее дело в том что лично я делаю это все сам у себя в гараже можно либо купить в интернете либо заказать у нас сделаем и отправим вам по почте все будет готовы ваши деньги моя работа ну вот такой коротенький сегодня получился ликбез с чего начать перепелиный бизнес если видео вам понравилось подписывайтесь на канал ставьте лайки а с вами был алексей василенко всем пока а а а а а а а а а Субтитры подогнал «Симон»